Добрый вечер, уважаемые трейдеры компании A-Markets, на связи Роман Корнев и сегодня ежедневная аналитика, еженедельная аналитика по торговой стратегии Scalping Interday на зеркальных уровнях. Сегодня у нас 5 апреля, всех еще раз поздравляю с наступившей весной, она что-то так долго наступает, что у кого-то наступило, у кого-то еще нет. Вот, ну надеюсь уже наконец-то лето близится. Итак, посмотрим календарик, что мы видим в календаре. Сегодня у нас понедельник, так, сегодняшним днем у нас особо никаких новостей нет, на которые стоило бы обратить внимание. Завтра у нас есть решение Резервного банка Австралии по процентной ставке с утречка, вот на нее можно обратить внимание. Так, на среду решение Резервного банка Индии, но Индию это экзотическая пара, конечно, не знаю, если торгуете, присмотритесь. Дальше у нас торговый баланс по канадцу, тоже можно посмотреть. Ну, пожалуй, больше пока до четверга я особо каких-то важных новостей не вижу. Посмотрим теперь терминал. Так, по Еврофранку вот заметил интересный каналчик, хочу вам на него обратить внимание. Вот здесь мы можем линию сопротивления поставить, здесь линию поддержки. Сейчас вот мы от нее оттолкнулись. Имейте в виду, в этих зонах можно продавать. Конечно, здесь еще будет давлеть вот эта вот зона. Вот, ну, она менее сильная, чем вот эта, я так считаю. Вот, поэтому посматривайте. Посмотрим Евро-Доллар. Так, ну, Евро-Доллар у нас находится после нисходящего тренда в болтаночке. Давайте глянем, что у нас здесь есть сопротивление. Можем рассмотреть здесь продажи. Так. Вот здесь сегодня я уже отработал зеркальный уровень на продажу. Вот. Теперь, наверное, только если от этих уровней смотреть. Вот. Здесь на покупку. Ну, кстати, вот он хорошо отошел. Сейчас можно будет, если успеете увидеть видео, еще раз здесь на продажу встать. Так, что по фунту у нас? По фунту у нас уверенный рост. Мы пробили тут уровень. Если вернемся, вернемся, то вот здесь можно будет покупать. Зоны покупок будут. Тут все уровни поддержек будут достаточно агрессивно, скажем так, восходящие. Их рассматривать не очень хорошо. Вот этот уровень поддержки можно рассмотреть для покупок. А, да, еще вот это вот. Вот такая вот линия сопротивления, переходящая в линию поддержки для покупок. В общем, несколько покупок на пути снижения фунта есть, если он надумает снижаться. Давайте посмотрим золото. Золото у нас находится тоже на грани такого сопротивления. В этой зоне можно будет продавать краткосрочно. Ну, если присмотреться к 15-минутным движениям, то тут достаточно все так напряжно. Я бы пока здесь не входил. Такие зоны. Такой уверенный восходящий тренд. Надо дождаться какой-нибудь хорошей коррекции. Что касается нефти. Так, по нефти тоже можно наблюдать вот такую линию сопротивления и линию поддержки вот от этого минимума. Можем рассмотреть зоны покупок здесь, здесь зоны продаж. Ну, и можно еще вот здесь наблюдать циркальный уровень, но он уже отработался несколько раз. Поэтому его уже мы не рассматриваем. Давайте посмотрим эфир, да, что у нас на криптовалютном фронте. Эфир находится в зоне сопротивления. Можно прямо сейчас его продавать краткосрочно. Но, жаль, мы не все увидят сейчас, наверное, эту рекомендацию. Но, опять же, да, это третий раз. На криптовалюте достаточно опасно. Вообще, на криптовалюте, мне кажется, лучше зеркальные уровни использовать. Классические такие варианты. Сейчас может пролететь и пойти вверх. Прям даже опасаясь такой рекомендации давать. Что у нас на биткоине? Биткоин у нас на временном снижении. Да, консолидируемся к следующему рывку. Давайте посмотрим, какой здесь есть у нас. Разве что вот так вот линию поддержки можем нарисовать. Немного в этот раз на крипте зеркальных уровней я вижу. Практически нет. Так, ну что у нас. Вот этот еще уровень можно так присмотреть для продаж. В общем, продажи, продажи, покупки. Зеркальные пока нас не радуют уровни. Так что вот такие вот дела. Всем желаю хорошей торговой недели. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, переходите по ссылке в описании на мой канал. По четвергам я там буду выкладывать свою аналитику. Прошлый четверг пропустил, но в этот четверг выложу обязательно. Всем пока, торгуйте с удовольствием. Продолжение следует...